Время пришло. Почти все эксперты говорят, партийный состав сильно изменился. Много молодежи и новых лиц, которых в политике раньше не было. Даже в КПРФ, партии, которую всегда ассоциировали со зрелым и даже пожилым составом, самому взрослому кандидату в Барнаутскую гордому, небезызвестному Юрию Красильникову, 46. Наверное, средний возраст практически у всех партий будет 35 лет. Это все равно свидетельствует о смене поколений во власти. И в любом случае приход новых идей, новых людей, которые стоят за этими идеями, это всегда во благо. Как показала молодежная команда «Единой России», многие молодые, которые просто бегают, просто ходят, просто общаются с избирателями, показывают иногда лучшие результаты. Тем более, что это запрос на новые имена, на молодые лица и так далее, чем это были бы более пожилые кандидаты. Правда, и электорат, те, кто, собственно, и будут делать выбор, тоже изменился. За годы пандемии произошла убыль населения, ведь именно пожилые люди, по словам политологов, всегда ходили на выборы. Опять же, этот электорат может отличаться, потому что, как я уже сказала, муниципальные выборы всегда вызывают меньший интерес у граждан. И, как правило, на них приходят те, кто должен, как бы, скажем так, на них прийти, в каком плане, что те, кто мобилизуется партиями, а не так, как ходят на президентские выборы, на выборы в Госдуму, потому что интересно, потому что посмотреть. Как будет идти агитационная кампания, политологам тоже понятно. Внешняя политика России точно вне зоны обсуждения. У оппозиции на сегодняшний момент очень сильно, по сути дела, будет ограничена в возможности критики как раз. Критики действующей политики, критики системы управления. На сегодняшний момент перед ними очень сложный выбор. Критиковать региональную и местную власть, уходя от федеральной повестки. Либо пытаться просто играть от тезиса, могло бы быть лучше, что называется. Муниципальные выборы, как правило, не поднимаются до высоких материй. А остаются на решении обычных проблем обычных граждан. Основная борьба между кандидатами будет происходить в интернет-пространстве, уверены эксперты. Еще и потому, что кандидаты в основном люди молодые. К слову, в Барнаульской городской думе пророчат серьезные изменения в составе, как это в прошлом году произошло в Краевом парламенте. Это явно должно пойти на пользу городской думе. С тем, что и городская дума будет наконец-то превращаться в представительный орган, где будут схватываться разные мнения по городским разным проблемам. В борьбе за большинство мандатов, как и в минувшем году в КЗС, нынче в Гордуму могут столкнуться единороссы и КПРФ. Но и справедливороссы, и новые люди, а также ЛДПР от борьбы ни в коем случае не откажутся. Так что, по мнению политологов, выборы уж точно будут конкурентными. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком.